В столице Парагвая Ассуньоне протестующие захватили парламент и подожгли его. До этого в городе несколько часов продолжались столкновения между демонстрантами и полицией. Последние применяли следостачивый газ и резиновые пули. Сообщается о пострадавших в том числе среди политиков и полицейских. Поводом к таким действиям стало закрытое заседание Верхней Палаты Парламента Парагвая. На нем сенаторы одобрили изменения в Конституцию, которые позволили бы президенту Арасе Акортесу повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Оппозиция назвала это государственным переворотом, поскольку основной закон запрещает подобные действия. За сутки в зоне Атони один украинский военный не погиб, 10 странины. Несмотря на объявленное с 1 апреля перемирие, боевики продолжают вести огонь. На Луганском направлении оккупанты увеличили число обстрелов из тяжелых вооружений. Всего было 18 случаев нарушения режима прекращения огня. В 16 использовали запрещенные вооружения. По позициям украинских войск выпустили около 200 минно-снарядов различного калибра. На Донецком участке ситуация тоже напряженная. Жители Авдеевки уже четвертые сутки без электричества. Из-за активных боевых действий ремонтные бригады не могут приступить к работам. Всего здесь было 34 обстрела. В 16 случаях применяли тяжелые вооружения. На Мариупольском участке боевики тоже активизировались. Возросло количество случаев использования запрещенных вооружений. В том числе, несколько раз противник выпустил ракеты из переносной установки «Град-П». Всего же здесь было 42 обстрела. В 25 из них применяли тяжелые вооружения. Сегодня в Украине вырос размер пособия по безработице для застрахованных граждан. Теперь выплата – 1280 гривен. Повышение касается тех, чей страховой стаж за год до регистрации в центре занятости был не менее шести месяцев. Максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных. Сейчас это 6400 гривен. На выставке «Идеальный дом» в Лондоне представили тренды дизайна интерьера. Каменный ковер, изукрашенный узором плитки, дополняет дизайн этой столовой. Она – один из экспонатов на выставке. В ванной комнате плитка черно-белая, а акценты сделаны при помощи живых растений. В этом году особое внимание уделяют полу. Так считает редактор журнала Good Homes. Специально для выставки издание декорировало шесть комнат, в которых демонстрируют все новейшие тренды. Полы – большой тренд. Если говорить о ванной комнате, то там все черно-белое. В гостиной пол – шахматный узор. На кухне создан эффект ковра вместо настоящего ковра. Теперь люди проявляют большой интерес к оформлению пола. Если вы пытаетесь понять, какой цвет в этом сезоне самый модный для интерьера, представьте себе выцветшие синие джинсы. В 2017-м популярны все оттенки денима. В этой гостиной именно в такой цвет выкрашены стены. Оттеняют их медно-красные элементы. «Конечно, мы как журнал следуем трендам. Поэтому акценты выставили в красно-медном цвете, который очень сочетается с синим. Кроме того, мы используем коралловый и розовый цвета. Они вошли в основную палитру дизайнера интерьера». Мягкие пастельные цвета, деревянные элементы, живые цветы и растения – такой видят современную кухню. А на открытой террасе предлагают все оборудовать так же уютно, как внутри. Дизайнеры говорят, это еще один тренд. А вот то, на чем можно насладиться чашкой чая на свежем воздухе даже в ветреный день. Такие шезлонги в викторианском стиле делает шведская компания. Их особенность в том, что они не впитывают влагу, а их защитный чехол способен выдержать даже суровую шведскую зиму. «Эта мебель служит вам укрытием. Она на 100% ветроустойчивая, поэтому защищает от ветра в холодное время года. Даже в самую холодную весну вы можете посидеть в тепле на улице и выпить чашку кофе». Эти бараны, хотя и не такие комфортабельные, но зато сделаны из переработанного сырья. В основном это остатки и обрезки после производства одежды. «Это наш большой баран. На нем можно сидеть. Его шерсть – это обрезки». А этот стол сделан из среза ствола огромной акации. Такой стоит около 10 тысяч фунтов стерлингов. Выставка «Идеальный дом» завершится 9 апреля.